Ну а сейчас всмотримся в лица тех, кто вышел с оружием и водометами на женщин и детей и узнаем об успехах на фронте, еще и любовном. Анастасия Бенедесюк собрала портфолио войска польского и узнала, система дает сбой. Бравые ребята, стойко держащие оборону, уверенно владеющие оружием, меткие, настоящие защитники и верные сыны своей земли. Таких сообщений ждут польские солдаты, когда на прицеле женщины и дети. И как это? В одной руке автомат, а в другой телефон с сайтом знакомств? Что мешает убрать оружие и предложить руку для начала помощи? Ну а если такая нехватка любви, то и сердца измученным беженцам. Удивительную активность польских солдат в Тиндере заметили дамы из Гродно. И это в такие для всего войска польского напряженные дни. Вот Михаил, 25 лет, приглашает к разговору. Но это если смахнете его фото вправо, в чем он сам очень сомневается. А это Артур, 24 года, активный, часто ездит на велосипеде в интересные места, чтобы сделать фото. Это все из описания профиля. На неделе их портфолио явно пополнили снимками погорячее. Светошумовые, водометы в работе, вода с химикатами во все стороны. Крики и паника детей, слезы женщин, мужчины. Они многое видели, но и тем было страшно. Им, безоружным и обессиленным, те, кто в активном поиске показывали свою силу, хорошо хоть кипятком не обливали. Как советовал Дарью Шматецкий. Кто не знает, член горсовета от партии «Закон и справедливость» – поляк. Должно быть, после провала на любовном фронте, польское руководство начало распространять инструкции безопасность в интернете. Велено изучать всем, несущим службу на границе. Пошагово, как защитить личное и мобильное устройство. Это нельзя оценить однозначно, но скажу, что была допущена масса ошибок их имиджа еще в самом начале конфликта. До Дудовский президент Польши так оценил ратный подвиг своей армии. Там еще было, если бы ко мне постучали мигранты, я бы напоил, накормил и предложил, чтобы они пошли дальше. Может, в Германию. Бронислав Комаровский. Это, конечно, смело. Особенно после истории с Барбарой Курдей Шатан. Помните, машины без сердца, без мозга, без ничего. Эти слова польской актрисе стоили роли в кино и кресло ведущей на телевидении. Польский режим официально объявил охоту на ведьм. Подразделение честь сил территориальной обороны Польши будет искать в интернете контент, в том числе комментарии, которые порочат доброе имя войска польского. Интересно, констатацию фактов о их грязных делишках как будут инкриминировать? Вот, например, опубликованное накануне. Польские каратели ворвались в больницу в Белоподляске и оттуда забрали трех беженцев, которые несколько недель бродили по польским лесам и были обнаружены волонтерами в крайне тяжелом состоянии. У беженцев есть травмы рук и ног, но кого это остановит? Быстро забывается, когда во время Второй мировой войны мусульманские страны давали приют полякам. Позор всей Европе, позор всему миру. Не понимаю, как можно так обращаться с беженцами. Снова собираются увезти их в лес на верную смерть. Даже не верится, сколько ненависти в некоторых поляках. Как будто забыли, сколько крови было пролито во имя расовой ненависти в Польше 75 лет назад. Польша должна уважать международное право, чтобы мы как-то выглядели на международной арене. На данный момент это Беларусь выглядит лучше, потому что дверь открыла гуманитарным группам. Да, такие жесткие комментарии явно нанесут психологический урон особо впечатлительным. Полякам в камуфляже и их семьям доблесть обещает предоставить бесплатную юридическую помощь. А еще ждите доп. подмогу из Эстонии и Великобритании. Взамен на покупку Варшавы ракет британского производства. Своих же сил на несколько тысяч беззащитных беженцев уже не хватает. Умрут, но не уйдут. Заявлениями такого рода о подвиге героев переполнена польская пропаганда. И кажется, прав был экс-начальный генштаба Польши генерал Гоцул. Ну не может себе страна позволить 300-тысячную армию, как грезил Кочинский. Это не что иное, как, цитата, погнаться за кроликом, поймать которого никто не собирается. Этот кризис правящим в Польше выгоден внутриполитически, потому что он позволяет в определенном образом консультировать общество. Популярность правящих не очень высокая, я мягко выражаюсь. Там много проблем. И второй момент, да, что пока им не сказали, сколько им за это заплатят, ну какие еврофонды и так далее, то им неинтересно. Поэтому спектр торговли однозначно там присутствует. Очевидно, власти соседней страны не упустят возможность выбить от Евросоюза помощь на приличную сумму и заодно заставить ЕС принять условия политической элиты Польши. Правда, манипуляция беженцами провалилась и тут новые грозы. Или как там, ультиматумы угрожают закрыть кузницу. Ставится впечатление, что Польша может оказаться в определенной политической ловушке, когда выполнив все мероприятия по так называемой войне с Белоруссией, она будет уже не нужна Соединенным Штатам, в том числе Европейскому Союзу. Потому что те действия, которые сейчас происходят, это связанные с попиранием международного права, связанные с насилием над людьми. Они будут бросать свет на Старую Европу. Скудное положение дел за проволокой уже не отрицают и внутри системы. В СМИ Польши просочилась конфиденциальная информация. Дескать, польские десантники, речь о 6-й воздушно-десантной бригаде, негодуют и бросают камни в солдат войск территориальной обороны. Не поделили панской ласки. Не замечают их ратный подвиг, хвалят заслуги, да не тех. Ну что ж, может и вам на сайт знакомств. А там, гляди, и ласка будет. И еще интересно, кого первым, территориальную оборону или десантников, заселят в ВИП-дом. На границе строят целый квартал. Теплые жилые контейнеры поговаривают даже с прачечной. Но можно ли отмыться после такого? Анастасия Бенедесюк, агентство теленовостей.